Друзья, сегодня у нас будет разбор видеомагнитофона электроника ВМ-12. Года выпуска на нем, к сожалению, не указано. Аппарат не рабочий. Состояние у него такое, не хватает болтов. Смотрю, такой немножко повидавший. Но по радиодеталям там все нормально. Платки вам покажу. Радиодетали в конце все увидим. Что в нем содержалось, все это будет. Смотрим, не переключаемся. Дальше будет интересно. Все, друзья, раскидал я все по платкам. Значит, сзади вот такой был шильдик. Но года выпуска тут нет. Никакого. Итак, поехали по платкам. Здесь только полубочонки виднеются. Четыре видно отсюда. В этой платке у нас тоже полубочонки и варикапы. Здесь полубочонки окукленные. Конденсаторы и кнопочки позолоченные будут. Тут уже есть немножко рыжих каэмок. В общем, пока обзор такой краткий по платам. А по деталям я попозже все разложу. Можно посмотреть, год выпуска вижу на микросхеме. 90-й год, 12-й месяц. Самое интересное, это вот эта платка. Вот тут и рыжие, и окукленные. Видно, что год уже поздний. Много окукленных. Но еще рыжие попадаются. Тут ничего на плате. Вот это. Тут сзади 815-й прикручен к радиатору. И тут один. У меня это, кстати, другой, не проходной. Лампочки желтенькие. Тут опять кнопочки. Резисторная сборка. Вот там между кнопочками и экранчиком. Ну, циферблатом этим. Резисторная сборка. И зеленых каэм немножко. Вот это мелочевка вся. Но тут ничего. Вот один только разъемчик. Не разъем, вернее, переключатель. Желтый. Все остальное. Как-то так. Оно. Как-то так. Не разъемчик. Продолжение следует... Ну вот и окончательный результат по разбору видеомагнитофона электроника ВМ-12. Как видите, много окукленных конденсаторов К-10. Если был бы год выпуска более ранний, я думаю, было бы побольше рыжих, поменьше К-10. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Всё поделил по группам, чтобы всем было понятно. Ещё была вот такая вот платка. Вот подстроечные резисторы РП-1-53М. Согласно справочнику, в нём содержится немножко серебра и чуть-чуть палладия. Палладия 0,0017. То есть, ну, я думаю, что я их тоже заберу, наверное, так как всё-таки хоть какое-то, но содержание есть. То есть, можно их будет тоже собирать. По всему остальному, металл и алюмия, это я как бы не взвешивал. Для меня главная была цель радиодетали. Вот покажу, что, скорее всего, вот тут видно погоревший переключатель вот этот. Скорее всего, что не работал, потому что что-то в нём перегорело. Вот тут вот чёрная платка прям такая. Восстанавливать его смысла никакого не было. Всё, всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok